Приветствую вас! Вы знаете, если говорить о норме, то есть вот нормальной ли, то в первую очередь хочется сказать так, что норма, она у каждого своя, и для вашего мужчины, ну, скорее всего, его поведение это и есть норма. То есть поведение его, при котором он общается с девушкой, с этой вот девочкой как-то вот по-другому, как-то вот, не как друг, а именно по-другому, то есть как-то он общается с ней таким вот образом, что вам неприятно. Я думаю, что это, безусловно, нельзя просто взять и закрыть на это глаза. И вот почему. Дело в том, что само общение по себе, особенно если мужчина, ну, находится далеко от этой женщины, если у него есть ребенок, само общение по себе, оно, конечно, нормально. То есть именно в нем, в этом общении, мужчине отказывать, ну, пожалуй, права вы не имеете, потому что это его знакомая, и, наверное, она что-то для него значит. Я думаю, что значит для него она немало. Но, то, что он приносит ей в любви, и то, что он хочет ее видеть, ну, это вот, конечно, не может не настораживаться. Потому что именно этот момент, когда мужчина признается в любви другой женщине, то есть когда мужчина, по сути, как бы, как бы показывает ей, что вот он готов принимать кого-то, кроме вас, еще как женщину, вот это очень плохо. Это говорит о том, что, несмотря на то, что у мужчины все есть, ему требуются новые эмоции. Другое дело, почему они ему требуются, это уже вопрос немножечко другого в план. Почему мужчине требуются эмоции новые? Вы говорите, что он общается с этой женщиной, начал общаться с этой женщиной, ну, вы увидели, что он общается с ней, будучи еще в свадебном путешествии, тогда признается ей в любви, и это не может не настораживать вас. Потому что, ну, вы в свадебном путешествии, да, и даже шутка подобного рода, как бы, намекает, что мужчина допускает такую вот аналогию, и это не просто так. Это, что это все-таки это значит? Скорее всего, это значит, что мужчина, ну, как-то относится к ней по-другому. То есть, да, может быть, в своей логике он и разделяет вас, разделяет вас и ее, безусловно. Но то, что он воспринимает ее не как друга, это тоже совершенно точно, потому что другу не признаются в любви, и как бы не говоря потом о том, что хотят его увидеть. А он говорит именно это. И здесь вы пишете такую вещь, значит, нормально ли, что мужчина общается с другой, или есть скрытые проблемы? Сам факт общения нормален, но форма общения и как ведет себя мужчина с ней, говорит о наличии определенных проблем. Правда, какие проблемы, это еще постоит выяснить. Значит, внимание у меня обделено, одет, обут и сыт. Интима, соответственно, стала меньше, живет беременностью. Понимаете, ваш муж может хотеть ребенка. То есть, в том, что он именно ребенка хочет, сомневаться не стоит. Он действительно хочет ребенка. Я уверен, что хочет ребенка так же, как и вы. Это нормально. Но у мужчины все разделяется. Возможно, он воспринимает вас, как свою женщину. уже, как бы, вполне вероятно, что он и вас воспринимает, как свою супругу, свою жену и так далее. А вот с другой женщин, мужчина, ведет себя в большей степени, как мужчина. Смело чувствует себя более свободно. Такое подразделение тоже может быть, особенно, если вы уже беременны, и мужчина понимает, что вы ему принудили. И проблема здесь, как таковая, вот именно проблема, как таковая, заключается в том, по моему мнению, что мужчина предстал бояться, бояться вас потерять. И мужчина стремится, я имею в виду, ваш муж стремится к тому, чтобы получить новые эмоции, которые вы ему не даете. Если говорить о том, как себя вести, то я думаю, что как-то сейчас агрессировать и запрещать ему нет смысла, как и сказал, в общем-то, мой коллега вам, который ответил первым, здесь я с ним согласен определенно. вот, но потом, когда вы родите, когда вы сможете выступать, как полноценный, как полноценный партнер во всех смыслах для своего мужчины, вот тогда вам уже нужно будет с ним разговаривать. Да, вам уже нужно, с одной стороны, стараться дать ему все, что нужно, все, что он хочет, стараться давать ему, главное, почувствовать себя рядом с вами, мужчиной, это одно из самых главных потребностей и желаний с точки зрения мужчины. Так было всегда, и я думаю, что так и будет. А с другой стороны, смотреть на то, как мужчина поциклам. И если вы видите, что несмотря на ваши старания, несмотря на то, что вы даете ему все, что нужно, он все равно общается с другой женщиной и делает это ну, явно не так, как, например, вам хочется или не так, как вам это нравится, в таком случае у вас нет выбора, кроме как с ним разговаривать и уже собственно решать тогда, что вы будете делать дальше. То есть либо мужчина понимает, что он поступает как-то неправильно и что-то меняет в своем поведении, менять он может в своем поведении и все, начиная вот ну, как бы завершение такого общения негативного, то есть, завершение общения именно вот в такой форме, в какой она сейчас происходит, до объяснения вам причин, по которым он так себя ведет, может быть ему действительно что-то не хватает. Значит, и вам с вашей стороны важно понимать, и важно для себя сразу, вот, чем быстрее вы это сделаете, тем лучше, а вам для себя сразу продумать, что будет, если он, например, не захочет, ну, скажем, что-либо менять, или, например, не захочет убирать эту женщину из своей жизни. Такое может быть, и вам к этому лучше быть готовы. И вам нужно на этот случай также продумать свое поведение, чтобы вы не оказались достигнуты врасплох. Чтобы вы знали, как вы будете себя вести. Чтобы мужчина знал, что, если что, если потребуется вы от него уйдете, что вы не привязаны к нему, что вы не собираетесь терпеть его отношения к вам с определенного рода, негативные, ну, и так далее. Это тоже очень важный момент, без которого нельзя говорить о том, что у вас могут выстраиваться отношения. То есть важно понять, что мужчина ищет в этой женщине, пока. Пока вы временны, пока вы, ну, очевидно, не можете дать ему все, что нужно ему. Это вот основное, что вам нужно сделать пока. Понятно, что мужчине нужно, что ищет в этой женщине. Если вы имеете доступ к крепичке его прекрасно, поработайте с этим, поработайте с этой крепичкой, посмотрите, что мужчине не хватает, старайтесь ему это дать. Если вы как бы потом все мужчине дадите все, что ему нужно и выяснится, что, в общем-то, он не настроен на то, чтобы идти вам навстречу, чтобы не нервировать и не разрушать вас, ну, тогда уже можно будет думать о том, чтобы с ним расстаться, или, по крайней мере, сделать в отношениях определенную базу. То есть, вот этот момент, он очень важен, чтобы вы сами для себя его как-то определили. Без этого нельзя, к сожалению, говорить о каком-то, знаете, таком адекватном, ну, я бы сказал, возможно, даже правильном разрешении ситуации. То есть, в оперативном случае кто-то из вас обязательно будет страдать, кто-то из вас обязательно будет в более проигрышной позиции, ну, а мне бы, например, не хотелось, чтобы кто-то из вас был именно в такой позиции. Это не есть хорошо. Все-таки вам нужно быть счастливой, хотя бы ради своего ребенка, хотя бы для своего ребенка, ну, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Помог вам, надеюсь, что вы получили представление о том, что вам делать, надеюсь, что вы увидели для себя какой-то выход, надеюсь, что вы получили как бы видение того, как вам нужно поступать, что вам нужно делать, и это поможет вам в дальнейшем выстраивать правильную позицию по отношению к своему мужу. Если у вас начались вопросы, пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!